Привет, дорогие друзья, вы на канале Металик Дэнни, и сегодня мы с вами посмотрим на список изменений патча 11.5 в игре Гвинт. Изменения и патч в целом будут доступны уже в четверг, 11 мая, и поиграть уже можно будет днём. Но сегодня мы с вами посмотрим, что же в итоге у нас изменилось. В прошлом сезоне изменений было очень мало, это было связано с тем, что добавили новые карты, и старые карты заменять разработчики особо не хотели, потому что вот вам новые карты, что вам ещё надо. Многие были недовольны, но, как вы можете заметить по хронометражу ролика, изменений много, и они достаточно такие кардинальные и важные. Поэтому присаживайтесь поудобнее, не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые, не забудьте поставить лайк под этим роликом, это очень помогает продвижению канала, и не забудьте вступить в дискорд сервер, все анонсы будут именно там. А ссылочка на статью с патч-ноутом будет в описании, ну а мы с вами воспользуемся лучшим оформлением от Бутеров от Бужи. Мне нравится их визуальное оформление, это всё наглядно, это всё намного круче, поэтому ссылочка на Бутеров от Бужи также будет в описании, переходите и смотрите сами. Ну и начинаем. Наступил май, и с обновлением 1.5 пробудились наши драконы. А лавк вернулся с новым событием, и конечно же мы обновили ряд привычных вам карт, пусть наследие поможет вам в бою. Новые особенности. Событие лавка возвращается, и событие продлится с 12 до 26 мая. Будем ждать, потому что здесь много разных приколюшек. Новое ключевое слово наследие. В конце, в начале игры усильте эту карту, которая есть, наследие тег, на значение равное числу драконов в вашей стартовой колоде. Я думаю, тут надо перейти на конструктор в конструктор колод и посмотреть, какие же драконы у нас существуют. Ну, вообще драконов у нас 4. Играбленные драконы, которые нейтральные. Это Вилен, Третен, Мерт, далее Оквист, Миркта, Бракья и Сестенсия, Пламя. То есть это 4 дракона, не фракционных, не фракционных, нейтральных. Есть у чудовища еще 5 дракон Кильтулис, и у эльфов есть еще аж 3 дракона, но вряд ли они будут играться. Слишком много драконов, и все они по провизии очень дорогие. Поэтому будем брать за такую отправную точку именно 4 дракона, которых как раз таки поменяли, ребят. Поэтому 4 дракона у нас имеются, исходим пока что именно от них. Далее, новый визуальный эффект из статуса защитник. Если на стороне противника стоит защитник, то когда вы выбираете цель, новый эффект покажет действие статуса, а также более четко отметит все доступные цели в этом ряду. Визуальные эффекты всегда одобряем. Если еще не ошибаюсь, то еще Мадам Луизу поменяли визуальный эффект. Не знаю, как это будет работать, но окей. Мадам Луиза игралась, по-моему, только в Накер Саламандре. Это было очень странно. Исправление ошибок. Способность карты Король Хенсель больше не срабатывает на изменение числа ходового восстановления у артефакта. Видимо, кто-то пробовал возле него вставить артефакт, и, видимо, он качался. Окей, это исправили. Карта Сандер де Бакала. Это новая карта. Больше не показывает карта в том порядке, в котором они лежат в начале в колоде игрока. Он, оказывается, показывал. В описании карты запасной план теперь корректно указано, что она может сотворить только бронзовых эльфов Скай Телли. Ну, я думаю, это было плюс-минус понятно. Ну, а теперь переходим к изменения картам. И начинаем мы с нейтральных. Дракон Миркта Браке. По размещению он раньше носил подведницу урона двум вражеским отрядом. То есть, по сути, эта карта играла на 9 за 7. И это был, наверное, один из самых стабильных драконов, который по размещению окупал себя. Посмотрим, что же сделали с ним теперь. Теперь он стоит 12 провизий, намного дороже. И имеет 4 силы. Теперь у него есть наследие. Опять-таки, наследие, то есть, он качается на значение, равное числу драконов в нашей стартовой колоде. Как мы насчитали, у нас драконов будет примерно 4 штуки. Поэтому приблизительно он качнется на 4. Кто-то, возможно, будет 3 драконов класть, кто-то 5, если это Скай Телли или Чудовище. Но будем именно 4 брать, вот за эту отправную точку. В общем, он качнется на 4 из наследия. И по размещению вы будете брать дракона. Затем перемещать карту из вашей руки вниз вашей колоды. То есть, такая вот необычная прокрутка. Вы берете именно дракона и перемещаете какую-то бронзу непонятную, ненуженную вниз колоды. Опять-таки, такая вот необычная прокрутка. По приказу вы наносите 1 динстерона вражескому отряду. Имеет заряды 0. В начале матча выберите число зарядов, соответствующее вашему наследию. И наследие у вас 0. Опять-таки, наследие у вас, скорее всего, будет равно 4. И зарядов будет также 4. Это очень странно. Он прокачается и станет восьмеркой. Плюс прокрутка. Прокрутит вашу колоду. У вас будет примерно 4 заряда. И это 4 урона. То есть, по сути, карта сыграет на 12. За 12. Плюс прокрутит вас. То есть, вы доберете какого-то хорошего дракона. Очевидно, это будет сильная карта. И уберете какую-то ненужную карту. Просто такой вот нюанс. Есть карта Октавия Гайл. Которая также синергирует своим архетипом. Добирает Гайлов. И убирает какие-то бронзовые карты. Просто она может добрать аж 2 карты. И убрать аж 2 карты. Плюс она является движком, который может усиливать. И стоит она 6 провизии. И имеет 6 силы. В то время как мир к табраке, аж 12 провизии. Он кое-как окупает тебя и прокручивает. Мне эта карта не нравится. То есть, раньше она была как будто бы даже лучше. Бафнули бы ей урон. Или выбор целей. Или чуть-чуть добавили ей силы. Была бы она круче. Но ее полностью изменили. И мне не нравится это изменение. Уж больно дороговато что ли. Дороговато. Идем дальше. И далее у нас Оквист. Раньше он был 6 за 10. Кстати, неплохая карта на самом деле была. По приказу он наносил подную единицу урона всем вражеским отрядам. Реализовать его было достаточно сложно. Потому что вы поставили карту 6 за 10. К нему прилетел блок. Вы проиграли. А теперь он будет стоить 12 провизии. Имеет наследие. Я опять-таки может качнуться примерно до 4. Будет десяткой. И по размещению вы создадите эффект катаклизма. В противоположном ряду на 2х. Катаклизм это эффект, который создают мадуки. И 2х. То есть это 6 урона примерно. Ну конечно вы должны тоже учитывать, что у противника может не оказаться 6 силы в одном ряду. Или будет броня какая-то. По броне попадет. Вы это тоже должны учитывать. Но примерно он сам качнется. Станет десяткой. Ударит на 6. И по сути сыграет на 16. За 12. Плюс. Имеет таймер 3. Нанесите всем вражеским отрядам 1 единицу урона. То есть по сути это не реворк. А скорее очень сильный баф. Потому что раньше он по приказу наносил урон. Теперь будет наносить урон по таймеру. Опять-таки таймер 3 реализовать достаточно сложно. Вы можете поставить эту карту. Противник подсанет. И все. Поэтому лучше всего его использовать в финальном втором раунде. Или третьем. И реализовать его именно так. Опять-таки нанести вражеским отрядам 1 единица урона. Каждому отряду. Может быть конечно броня. Может быть отрядов мало. Какой-то новый юнит может быть. Но в теории эта карта может сыграть от 15. До 20 и более очков. За 12 провизий это довольно таки неплохо. Опять-таки синергия с катаклизмами. Возможно мадуками. Какими-то бомбами. Уничтожением отрядов. Все это неплохо. Поэтому карта оквист мне нравится. И я бы посмотрел как ее можно реализовать. Далее немножко отойдем от драконов. И небольшое изменение. Но сколько же в этом изменении более. Платва теперь будет стоить вместо 9 провизий 10. И возможно вы вспомните. Когда полгода назад изменили карту Панталон. Он стоил 7 провизий. Его изменили. Он стал стоить 8 провизий. Очень много людей прям было в лютом тильте. Но я тогда все-таки вступился за разработчиков. Сказал что нет ребят. Это плюс-минус оправданно. Панталона берут вообще деки. И в рэнкри. И в накера. И в просто какие-то мид-рэндж деки. И это ну очень дешевая карта. Очень дешевая карта. Очень такая хорошая быстрая прокрутка. И в 8 провизий было оправдано. В то время как платва полностью убивает накера. В накера ее кидали всегда. Иногда отказываясь от Панталона. Клали Платву. Выбирали так Панталона или Платву. Так ну провизий не хватает. Давайте Платву поставим. Теперь Платвы не будет. Если у вас в колоде на Накере не было Панталона. Теперь Панталон будет всегда. Платвы не будет больше. И вопрос. Где же теперь будет использована Платва? И такое ощущение, что реально нигде. Возможно только в Скеллиге. Но не Накер Скеллиге. Скеллиге на прокрутке. Но без Накера. Потому что вы скоро узнаете почему. Но это реально плохо. Это очень сильный нерв Платвы. Если Платва игралась в 50% колод. И то это все были Накер колоды. Теперь непонятно где она будет играться. Только Скеллиге на прокрутке. Без Накера. Это очень сильный реворк. Изменение. Нерв. Это жестко. Возвращаемся обратно к Драконам. И карта Сайсенсис Пламя. 5 за 10. По приказу наносила 1 дистанционную вражескую отряду. И имела заряды 5. Отвратительнейшая карта. То есть 2 верхних Дракона. Это были эпические карты. А это уже Легендарка. И она была отвратительной. Теперь она будет иметь 1 силу. И 12 проведи. И теперь она будет иметь наследие. Опять таки качнемся примерно на 4 очка. И пока эта карта находится в руке, в колоде или на поле. При каждом уничтожении или удалении вражеского отряда во время вашего хода. Вы будете усиливать эту карту на 1. То есть это такой вот новый финишер у Драконов. И тут вопрос. Будет ли эта карта разгоняться до значения. Как условная сова у Гармонии. Как Игнати Гайл у Палки. Или же эта карта будет играть как новый Гаскон у Бандитов. И что-то мне подсказывает, что все-таки как Гаскон. Сколько карт вам надо будет уничтожить, чтобы она примерно окупила свою провизию. Во-первых, эта карта имеет наследие. То есть она будет примерно пятеркой. За 12. И чтобы она сыграла на 12 за 12. Вам надо уничтожить примерно 7 отрядов. Это очень много. Это очень много. Опять-таки, возможно Дракона будет играть с лавком. Возможно Дракона будет играть с мадуками. Или с мадуками и лавком. Но каждый ход вы будете убивать по одному отряду. Такое ощущение, что это не сможет окупиться эссенсис. Мне так кажется. Возможно я ошибаюсь. И там реально будет очень много катаклизмов. Очень много уничтожения. Я хочу ошибаться. И это реально может получиться хороший такой финишер. Но как будто бы дороговатый. Дороговатый. Все, и Драконов поместить сюда не сможете. Но опять-таки посмотрим. Выглядит неплохо. В теории это довольно-таки сильный финишер. Стоится только смотреть. И как это будет реализовываться. Идем далее. И вот этот Дракончик тоже немножко изменился. Скорее бафнулся. Раньше у него был таймер 2. И он уничтожал сильнейший отряд на поле. Но не эту карту. Теперь он будет иметь 13 провизии. То есть станет дороже. Имеет наследие. То есть по размещению он качнется на 4 очка примерно. И по таймеру 3. Уже таймер стал побольше. Он уничтожит сильнейший отряд. Или отряды на поле. Кроме Драконов в вашем распоряжении. Кстати, примерно так он работал в Гвинте в Ведьмаке 3. Сейчас вот и прохожу как раз в Ведьмаке 3. И он реально работал так. Как Геральт Игни. Теперь он работает так же. А не так как работал. И это баф по сути. Это баф для него. Но опять-таки слишком дорого. Слишком дорого. То есть у вас, если вы будете играть на архетипе Драконов. То у вас будет очень много контроля. Посмотрите на это. То есть у вас тут вот Оквист дамажит катаклизмы. Этот, ну а этот ладно не дамажит. Катаклизмы, всякие уничтожения. Скорее всего вам под Сестенсис надо будет уничтожать отряды. И тем временем вот этот вот Вилен. Что вы от него хотите. У противника скорее всего не будет так много отрядов на столе. Чтобы их можно было уничтожить. Но опять-таки если вы будете играть на архетипе только Драконов. И у вас не будет сильных отрядов. То в теории это может даже сработать. Но опять-таки пока что слишком дорого. Слишком дорого. Но выглядит как неплохой такой баф. А в чате в Дискорд сервере. Кстати такую идею неплохую предложили. Не забывайте вступать в Дискорд сервер. Как эту карту можно реализовать? Можно поставить. Есть такая карта Жальница. Которая по размещению уничтожает Трутней. Ну не Трутней. Единички уничтожает. И можно сделать много единичек у противника. Поставить Жальницу. Уничтожить все карты. Таким образом Сестенсис очень сильно качнется. Потому что она уничтожит. Уничтожится очень много карт. Единичек. И она качнется на каждую эту единичку. Где бы она ни находилась. И это неплохо. В принципе можно скомбинировать. Плюс есть еще один нюанс. Который мы сейчас рассмотрим. Потому что мы переходим к чудовищам. И плевок кислотой. А теперь вместо 8 провизий будет стоить 6 провизий. Вот я говорил как раз таки про Жальницу. И эта карта очень неплохо под эту Жальницу также подстраивается. То же самое. Помните было обновление с Рубайлами. Когда вышли Рубайлы. Разведчики Рубайлов. Богольд. И была еще карта. Не помню как она называется. Фиолетовая карта у Рубайлов. Которая. Я сразу сказал. Что эта карта плохая. Она очень дорогая. Она неуместная. Она стоила по моему 9 провизий. Потом ее сделали 8 провизий. Сделали 7 провизий. Она все равно не играет. То же самое с плевком кислотой. Карта очень дорогая. А за 6 провизий она очень хорошая. Она очень сильная. Это очень сильный баф этой карты. И в теории с драконами. С Жальницей. Что там можно попробовать будет сделать. И реально бафнуть. И с Эстенсис. И какие-нибудь там карты. Которые работают на уничтожении. И опять-таки. Под жальницу что-то придумать. В принципе выглядит неплохо. Я думаю эта карта. Будет играть намного чаще. Далее. Кикимора Рабочий. Теперь она не будет работать. Только в рукопашном ряду. А будет работать во всех рядах. Она добавляет себе броню. Когда вы играете Инстиктоидов. Опять-таки. С чем связана наверное эта проблема. Появилась карта Стайный Разум. Которая теперь может создать. Кикимора Рабочего. В рандомном ряду. То есть может в рукопашке создать. Может в дальнобойном ряду. И она не будет иметь броню. Не будет получать броню. Мне кажется. Давно надо было отказываться от этого ряда. Потому что. Блин. Карта сама по себе. Ну типа. Не прям чтобы сильная. Ее легко законтрить. Три дамага я думаю. Найти вы всегда сможете. А поэтому. То что она может работать в любом ряду. Когда вы ставите Инстиктоида. И добавляете ей броню. Это норм. На этом изменение чудовища все. И теперь довольно-таки большие. Приготовьтесь к этому. Изменение Уцкеллиги. Каралочку. Бафнули. Теперь она будет стоить 8 провизий. Я считаю что это неправильно. То есть. Не надо было ее бафать. Она и так сильная. Просто были. Ну. Были и остаются сильными. Кони. Которые играются в Накер пиратах. Компас. Накер сам по себе сильный. И из-за этого. От Каралочки резко начали переходить. На коней. Плотву панталона. И так далее. Но Каралочку бафнули. Окей. Окей. Бафнули ее. Теперь она стоит намного дешевле. Карта по прежнему сильная была. По прежнему сильная остается. И становится только сильнее. Сильнее. Карта Дагур 2 клинка. Теперь будет стоить 9 провизий. Вместо 10. Опять таки. Сразу что первое приходит в голову. Что эту карту можно будет положить. В Накера. Это плохо. Но. Опять таки. Карта особо не игралась. Особо не игралась. Она сильная. Обратный по сути. Кагыр. У Нильфов. И по сути. Карта реально не игралась. А теперь она может играться. В такой вот. Такой вот. Сборки. Мидрейндж сборки. У Накера. Скеллиги. Которые играют на уроне. Поставить эту карту под защитника. У Лула. Каким-нибудь там. Хиркая. Вот такие вот карты положить. И Дагур прокачается. Хорошее значение. В принципе. Норм. Этот архетип. Мне если честно нравится. Неплохой мидрейндж. Далее. Карта Кракен. У нее немножко изменилось завещание. Скорее даже. Ну. Чуть совсем изменилось. Теперь в конце этого хода. Вы призовете эту карту в предположенный ряд. И усилите ее на величину. Равное количество уникальных друшных зверей. Тут вот есть примечание. Изменение текста карты Кракен. Связано с необходимостью. Исправить баг настоев. Дающих дополнительные способности завещания. Например. Эффект катаклизма от карты Безумный пират. Ну. Тут я ничего не могу сказать. Типа. Окей. Если был какой-то баг. То. Окей. Пусть будет так. И очень сильное изменение. Которое мы ждали почти год. Это магический компас. Теперь он стоит 10 провизии. Раньше по-моему он стоил 7. Потом он стоил 8. Потом он стоил 9. Потом он начал стоить 10. Я считаю что это правильно. И из-за того что компаса нет. Теперь нахер пираты будут очень и очень слабые. Ну что могу сказать. Выпьем ребят. Выпьем. А я считаю что это очень оправдано. Потому что по сути в пиратах. Накер пиратах. Пачи пиратов и не осталось. Мне кажется скоро. Вот чуть-чуть им оставалось. Они бы отказывались уже от Бьерна. Отказывались от Ужас морей. Ставили какие-нибудь контроли еще. Дофига разных. Компас был очень вариативный. И очень сильный. То есть вы выключили свою колоду. Играли компас. И сотворяли карту. Относительно того. Что происходит у вас на столе. Там противника не хватает статов. Не хватает темпа. Кидали камби. Там противника очень сильная карта. Попрежденная. Вы кидали хима. Противника очень разбафанная карта. Очень много вариантов. Очень сильный компас. Теперь в Накере он играться не будет. Но ребята. Но. Почему вам качнули как раз таки. Каралочку. Возможно вы видели эти колоды. Возможно вы их помните. Был такой момент. Когда играли на пиратах. На сценарии с крахом. То есть по сути. Колода строилась абсолютно так же как Накер. Но были несколько карт. Которые имели там 10 провизий и выше. Это как раз таки. Как я уже сказал. Крах. Сценарий. И какой-нибудь биг контроль. По типу там каратской жары. Что-то такое. Теперь еще будет компас. И возможно в этой колоде. В этой колоде. Заиграет и платва. Потому что. Вам нужна все еще прокрутка. Для реализации компаса. И вот на таких пиратах. Я бы поиграл с удовольствием. Потому что я на них играл очень мало. Все таки Накер. Пираты. Ну они сильные. Они уже базированные. А теперь. Их не будет. И я считаю что это реально. Это очень хорошо. Потому что они уже очень достали. Очень достали. Переходим к королевству севера. И немножко изменили побуждение к действию. То есть. Раньше. Он. Усиливал дружеский и не нейтральный отряд. На 2. И добавлял ему рвение. Теперь он усиливает дружеский отряд. На 2 единицы. Но если это не нейтральный отряд. То добавлял ему рвение. То есть. Что это вообще значит? Раньше. Когда у вас на столе оставались. Только нейтральные отряды. Вы не могли. И к ним прикоснуться. С побуждением к действию. То есть. Вам надо потратить. Просто. Вам надо бафнуть. Просто дать 2 стата. Вы не хотите рвения. Вы не хотите ничего такого. Вы просто хотите качнуть нейтральные отряды. Теперь вы можете это сделать, но рвение вы им никакое не дадите. Ну, то есть, вот фича. Далее, Дракенборг. Наконец-то его тоже уничтожили. Вопрос, надо было ли его убивать, или лучше было его просто изменить. Но его решили уничтожить. Теперь он стоит 8 провизий. Также имеет стойкость. Также по размещению призывает отряд из вашей колоды в этот ряд. Блокирует его. Блокирует его. Если он раньше убирал усиление, то теперь он не убирает усиление. Но по приказу добавляет выносливость от дружественного отряда на 0. И увеличивает это значение на величину усиления, полученного призванным отрядом. То есть, теперь вместо усиления будет выносливость. Где это может сыграть? Первое, что приходит в голову, это тридамец, который бафается. Когда его бафают, он наносит урон оппоненту. Наверное, только в тридамце, но это очень долгий и очень дорогой сетап. Опять-таки, что вы хотите бафнуть? Наверное, все-таки это будет Сиги. Либо какой-нибудь Архигрифон. То есть, вы забираете усиление. И опять-таки, передаете тридамцу выносливость. Это очень дорого и очень долго для тридамца, который стоит 4 провизии. Если вы хотите поиграть в тридамцах, то играйте, наверное, с ажиричками. Я не думаю, что эта карта будет играться. Скорее всего, это все-таки похороны для нее. Но по живому виду, возможно, какие-то рофлы-колоды на этой карте будут. Переходим к изменению Скайта Элей. Кварексис изменили. Неожиданное изменение. Теперь эта карта имеет 1 с провизией вместо 13. Давайте будем честны, карта сильная. И в архетипе со стремлением к гармонии эта карта реально очень сильная. Она за короткое время очень много статов выдавала. Под сценарием, под лидером и так далее. Разработчики вам жирно, ребят, намекают. Очень жирно. Играйте на стремление к гармонии. Уходите из этой тактички. Убирайте ширу. Играйте на стремление к гармонии. Разработчики хотят, чтобы вы играли на этом. Это было еще видно, когда они качнули воду бракелона. То есть карта стала стоить на провизию дешевле. Дриады, которые были в воде, вот этой воде, сильнее. То есть они стали 5 силы. Раньше были 4 силы. Разработчики говорят, играйте на обычной обилке. Но нет, все еще играет на перемещение. Теперь она стоит аж 11 провизии. И это очень большой баф для этого архетипа. И я думаю, что опять-таки стремление к гармонии будет играться в ладере. И будет играться довольно-таки неплохо. Потому что аж 2 провизии освободилось. Какие-то жирные тушки можно будет положить. Наконец-то дождались. Саскию изменили. Ее не изменяли очень много времени. То есть прям очень много ее не изменяли. Года, наверное, 2-3. Изменения были маленькие. И по сути эти изменения не сделали эту карту играбельной. Она оставалась неиграбельной. Давайте посмотрим, как ее изменили. Теперь она имеет 6 силы. 6 силы. Но, насколько я понимаю из описания, гармонии она лишилась. То есть теперь в гармонии она играться не будет точно. По размещению вы также создаете эльфского ловчего, красную даграмилу или эльфа дриаду. И активируете в том числе приказ в зависимости от созданного отряда. Если вы создаете эльфийского ловчего, то по приказу вы можете создать западню. То есть вход на 6 приблизительно. Если вы играете красную даграмилу, то по приказу вы создаете играть закалку. Ход на 5 с броней. Особенно если вы усиливаете красную даграмилу. И юная дриада по приказу создаете играть заботу дриады. То есть усиливаете себя на 3 и добавляете 2 выносов, если не ошибаюсь. Слушайте, мне не нравится. Если это действительно так. Сначала я думал, что вот эти эффекты они останутся. Останутся. Но, видимо, они не останутся. Теперь она стала чуть посильнее. То есть ее сложно законтрить. То есть ее только блокировать можно. Но, по-моему, это фигня. Теперь у нее есть приказ. И способности реализуются намного дольше. Намного дольше. В гармонии она точно уже играться не будет. В мидрейнже только если. Вот есть карта такая Золтан. Который ударяет 2 отряда. И создает 2 краснолюдов. По сути, Саския может играться в этом архетипе мидрейнже. Но что-то как-то верится с трудом. Размещение ОК. На приказ. Я что-то не верю в эту карту. Мне кажется, она не будет играть, как и не играла раньше. Но я думаю, что-нибудь попробуют с ней поделать. Но верится с трудом. А вот здесь, ребята, советую вам держаться за сердце. Саския очень сильно изменили. Именно по провизии и силе. То есть раньше она стоила 13 провизий. Теперь она будет стоить аж 14 провизий. Было у нее 4 силы. Теперь у нее 3 силы. Все работает абсолютно так же. Но вот это изменение прям очень сильное. То есть раньше. Чего вы боялись? Раньше вы боялись, что вас убьет, например, безумный пират. Который добавляет этот катаклизм. Вы пытались отыгрывать от него. Ставили персиваля. Ставили разные отряды. Чтобы был больше шанс отыграть от огня. Теперь это сделать еще сложнее. А вам еще и бафнули у синдиката каралочку. Теперь каралочка будет играться почти во всех сборках SkyTL. Теперь больше вероятность, что ее будут убивать именно рандомным дамагом. И это очень плохо для Саски. И я думаю, что она будет играться дальше. Но она будет играться скрипя зубами. В надежде, что ее не убьют. Это очень больно. Это очень больно. Также теперь она умирает от Мороза. Можно поставить Эридина. Эридина, который бьет на 3. Мороз будет бить на 3. Можно переместить отряд, который призывала Саски. И сразу убить Саски. То есть раньше она была четверкой. Ставился Эридин. Она становилась единичкой. И можно было еще какие-то несколько ходов отыграть от Мороза. Теперь это вообще никак не отыграть. И это очень неприятно. И это очень больно. Как будто бы Саски Ариб. Но если Саски Ариб, то что можно положить в гармонию? Ответа нет. У меня нет ответа. Это очень больно. Это очень больно. Гармония прям страдать будет. Возможно, будет играться реально Кварексис на стремление к гармонии. Без Саски, без прокрутки. Я не знаю. Вода Бракелона вместо Саски. Минус прокрутка, но плюс статы. В общем, поживем и видим. Это очень сильный дебаф. Очень сильный нерф этой карты. Защитник Махакама. Как же часто изменяют этого Добряка. Кстати, ребят, давайте я просто... Просто мне лично интересно. У него есть воодушевление. Давайте перейдем сюда. Это реально, ну просто такой микрофакт. То, что это единственная карта, которая имеет воодушевление. Помимо Королевства Севера. Это реально единственная карта с воодушевлением. Но теперь у нее нет воодушевления. Теперь у нее есть немножко другая способность. Солдат Краснолюд. Если он имеет баррикаду, то в конце вашего хода вы будете усиливать себя на одну единицу. То есть теперь он будет играться 100% с этими краснолюдами. Потому что краснолюды изначально пассивно в начале вашего хода каждому краснолюду добавят одну единицу брони. То есть когда вы его поставите, он уже будет сразу усиливаться. Это делает эту карту неиграбельной в разных мидрейндж колодах. В хендбаф ее иногда добавляли. Теперь она будет играться только в краснолюдах. В принципе это оправданно. Почему раньше не сделали такую способность, я даже не знаю. Это прям как будто бы даже напрашивалось. Но окей. Давайте перейдем к Нильфгарду. И у Нильфгарда достаточно мало изменений. А карта Инженер, а теперь не имеет тег Солдат. И это все. Не знаю зачем это было сделано, но окей. Окей. Карта особо нигде не игралась. А если вы не знаете как она играется, то по размещению она усиливает, увеличивает число зарядов у всех дружеских машин в руке в колоде или на поле на один. То есть условный огненный скорпион. Когда вы эту карту поставите, она будет иметь изначально два заряда. Если вы поставите второго Инженера, то изначально будет иметь три заряда. То Сахельга будет иметь три заряда. Если вы поставите двух. И вот как бы прикол этой карты. Но это довольно таки долго. Вы можете не найти эти осадные орудия. И их не так много у Нильфов. Поэтому Севда карта. Севда. Также изменили Манганеллу. Немножко. Нет, на самом деле сильно изменили ее. Каждый раз, когда вражеский отряд получает статус шпиона, то вы наносили по 1 единице урона смежным с ним отрядом. То есть в долгом эта карта реально могла сыграть очень даже неплохо. Она ставилась, игралась со шпионами, с аристократами. Ее могли поставить там в одном экземпляре. И посильника там она наносила урон там раз, 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 раз. И довольно таки неплохо себя окупала. Теперь эта карта изменилась довольно таки сильно. Она имеет рвение. И по приказу вы наносите 1 единицу урона вражескому отряду. И увеличиваете урон на 1 за каждый смежный с ним шпионский отряд. И изначально имеет заряд 1. Опять таки вы можете инженерам добавить заряды. Бафнуть тем самым Манганеллу. Но опять таки как будто бы это намного слабее. Все таки вот это как будто бы выглядело пассивно, но сильно. Пассивно, но пассивно. Теперь именно медь заряды. В общем посмотрим как это будет играться. Я не думаю что эта карта заиграет. Но у нас изменили еще одну карту. Это разносчик заразы. Раньше он по размещению в дальнобойном ряду создавал и играл коровью тушу. Кстати тоже карта осадной орудия. То теперь он по размещению также играет коровью тушу. Но также играет ее по приказу. Я сначала думал что размещения у нее не будет. Будет. По приказу вы еще раз можете сыграть коровью тушу. И это на самом деле очень круто. То есть имеет заряд 1. То есть и заряды можно добавить с того же инженера. И по сути как-то с ядиками, с аристократами. Возможно в одном, а может и в двух экземплярах. Может быть даже и сыграет. Карта редко где игралась. Ее брали там на какое-нибудь отпушивание. Там сотворить ее как-то. Триггернуть ассимиляцию 2 раза. Редко ее как-то кто-то брал. Прям в колоде под архетип. Но поживем убитим. Я не верю что эти 3 карты заиграют вместе. Заиграют ли вообще хоть какая-то из них. Но окей. Но это не те бафы и не те реворки. Которые хотели получить нильфы. Но окей. У синдиката как и у скеллиги. Очень много изменений. Правильных изменений я считаю. В большинстве своем. Давайте посмотрим первое изменение. Это кровавые деньги. Теперь будет иметь 15 провизий вместо 16. А что это значит? Это значит то что теперь по провизии надо будет им как-то умещаться. То есть теперь у них на провизию будет меньше. От какой-то карты. От какой-то провизии придется отказаться. И положить более слабую карту. Ну кровавые деньги. Очень сильная опилка. И в накер сборке эта карта колода игралась очень сильно. Прям очень сильно. Но опять таки у нас ушла платва. И теперь как бы накер сборкам уже плохо. А тут еще и кровавые деньги пофиксили. Далее. Казимир Басси. Бафнули его наконец-то. Теперь он имеет выгода 3. И все. Пока что. Пока что все. Выгода 3. То есть если раньше. Ну он типа очень слабо играл. И если вы его просто поставили. У вас 0 денег. Вы его просто поставили. То он не создаст вам бомбу. Он не создает динамит. Взрывчатку. То есть вам надо было обязательно иметь 1 или 2 монетки. Чтобы он их в себя впитал. Всосал. И создал бомбу. То есть 0 монет не прокатит. Теперь он вам сразу дает 3 монеты. И сразу их съедает. Тем самым. Тем самым. Создавая сразу бомбу. По сути это баф аж на 3 очка. Плюс вы сразу можете створить бомбу. Взрывчатку. Взрывчатку также изменили. Бафнули ее. Теперь у него есть платеж 3. Но. По платежу 3 вы наносите 3 единицы урона. То есть если было раньше. Платеж 2. 2 единицы урона. Теперь 3. 3 единицы урона. Но в конце вашего хода. Вы уменьшите размер платежа на 1. Если платеж был равен 0. То вместо этого вы уничтожите эту карту. То есть теперь вам эту карту желательно разыгрывать. В более долгом раунде. То есть он раньше требовал от себя долгого раунда. Теперь нужен еще более долгий раунд. Но теперь хотя бы взрывчатка намного круче. Теперь она реально может ударить на 3. И это очень хорошо. Вот это уже оправдано. Потому что взрывчатка как будто бы. Одноразовые фрики. Одноразовые фрики. Теперь как будто бы это даже плюс-минус оправдано. Бафнули Казмира неплохо. Хотелось бы побольше. Может быть не знаю там как-то. Может дань бы у него была. Или там не знаю. Больше монет давал бы. Или там. Короче как-то еще. Изменять его. Или какие-то карты под него. Потому что теперь он стал намного лучше. Намного. Далее. Аксинфурская Сража. Здесь просто добавили тег. Тег солдат. Тег который ну напрашивался на самом деле. Почему этого тега не было. Непонятно. Ну добавили тег. Ок. Но это никак не влияет на этот архетип. То есть это не бафает там. Сиги вдохновителя. Сигеровина вдохновителя. Который там играет категории. Потому что солдат это не категория. Не категория банды. Скорее это бафает даже в какой-то мере. Рофла какие-то колоды. Фановые режимы. И возможно нильфов. Там как-то сыграть солдата. От солдата как-то триггернуть что-то. Короче. Просто. Немножко бафает скорее. Логику. Далее ребят. Очень сильное изменение. И последнее на сегодня. Это. Банк Вивальди. Теперь он стоит вместо 9. Провизии 10. И вместо 3 монет. Он дает там 4 монеты. Это уже баф. То есть. Теперь он стоит 10 провизии. И это единственная. Единственная прокрутка. Которая была у Накер. Синдиката. Игралась раньше в. В Накер ядах. Синдикатовских. Какие-то Миамоновские были сборки. Где там банк тоже игрался. Переигрывал Накера несколько раз. Теперь этого всего ребят не будет. Теперь банк стоит 10 провизии. И по сути. Накер палка. Лишается банка. И лишается. Получается платвы. И еще и провизия. Немножко. Это очень сильно ударяет по Накер палке. Да. Эта колода не умрет. Эта колода не умрет. Как Накер пираты. Но. Теперь она будет более хайрольная. Давайте посмотрим на. Примерную. Как должна выглядеть. Колода на Накер палке. Ну большинство играет плюс-минус на вот такой сборке. Плюс-минус. Там какие-то движки меняются. Кто-то там отказывается от Рональда. Кто-то отказывается от фриков. Теперь мы точно убираем банк. Теперь мы точно убираем платву. Теперь у нас точно помещается панталон. Панталон иногда брали вместо фриков. Теперь точно будут лежать они. Здесь на провизию меньше. То есть будет девятка у нас. И я не знаю. Что можно добавить. Фолиант как вариант. Чтобы находить точно Накера. Как вариант Макси. Как вариант Король Рыбак. Который будет на топ-деку класть Накера. Чтобы находить его. Можно отказаться от какой-то карты. Допустим от. Клеветы. Здесь у нас будет цифра 7. Цифра 7 будет. И за 7 что-то можно положить. Командирский рок. Не знаю. Тамара. Тамара. Конечно Тамару положим. Ну. Не знаю. Бур. Да. Бур наверное самый лучший вариант. Кстати. Я думаю примерно вот так оно будет играться. Уже примерно декбилдинг ребят в прямом эфире. Что могу сказать. Я не знаю. Я не знаю. Накер парк. Палку достаточно сильно понерфили. Но не убили. Если пиратов. Накер пиратов точно убили. И теперь они будут играться на сценарии. С крахом. То синдикат будет играться скорее всего с большим хайроллом. Но поживем увидим. В принципе мне нравятся изменения. Нравятся изменения. Будут ли играться драконы. Очень сильный вопрос. Скорее всего на них пофанятся и забьют. Но... Хоть что-то. Хоть что-то. Но опять таки метовые пираты наконец-то уходят. Это наверное самый сильный реворк. Это наверное вот плотва. Самый сильный изменение. Посмотрим как это будет на практике. Пока что выглядит довольно таки неплохо. Изменили накер колоды. И это классно. Как будто бы лавка будет теперь опять играться. И еще больше лавка никак не меняет. Лавка будет играться так же как игрался. А рэнфи будет играться так же как и игралась. Предность у нас не качают. Стая волков остается на своем месте. В общем ждем опять таки новых изменений. И будем ждать как изменится то что нам уже показали. Потому что как будто бы экспериментов будет довольно таки много. Потому что когда изменяют нейтралки. Сразу у нас повышается пул. Пул изменений. Так драконы. Где они могут играться? Так скателли. Интересно. Так ноудюмит. Интересно. Так мадук. Мадук. Хорошо мадук. Двойной мадук. Наверное нильфы. Наверное нильфы. И в общем много вариантов появляется. Поэтому я люблю когда изменяют нейтральные карты. Главное чтобы не было полома. Очень на это надеемся. Но пока что карты дороговаты. И как будто бы все это не уместится. Честно. Я пока не пробовал. Но видимо после этого ролика попробую. Пишите свое мнение о данном бачноуте. Возможно какие-то идеи у вас есть. Может что-то я не так понял. Какую-то карту. Может не так понял. Не так трактовал. Пишите ребят. Обязательно почитаю. Не забудьте поставить лайкосик. Не забудьте подписаться если не подписаны. И вступать в дискорд сервер. Все ссылочки на ресурсы и источники в описании. Пишите, пишите, пишите. Ну а мы с вами увидимся на стримах. На новых гайдах. На новых роликах. Удачи ребят. И пусть удача будет с вами. Субтитры сделал DimaTorzok